Доброго дня, желаем всем тем, кто смотрит Первый городской. С вами Юлия Черняева. И сегодня мы говорим о самарском юморе. Да, действительно, если вы сомневаетесь, что он есть, я думаю, сегодня наши гости развеют этот миф. Ну, а если вы чувствуете в себе силы, если вы пишете шутки, может быть, вы их делаете как-то в стол или шутите за столом, собственно, сегодня ребята разные проекты, очень интересные, дерзкие в каком-то роде, будут вас рады пригласить, поучаствовать, ну и, собственно, прийти посмотреть, если будет такое желание. Телефон прямого эфира 202-11-22. Разыгрываем сегодня для вас такие хорошие призы, билет, филармонию, сертификат на посещение кабинета красоты. Ну и, собственно, я думаю, пришло самое время сейчас представить наших первых участников. Новый формат юмора, такой клубный, достаточно интересный, необычный, но, тем не менее, это Камеди Стрит. И с нами здесь идейный организатор, вдохновитель. В общем, человек, который решил это все сделать, собрать. Роман Баширов. Ром, добрый день. Всем привет. Да, и с нами участники этого проекта Алексей Федин и Алена Пономарева. Здравствуйте. Я Федин, это Пономарева. Сразу, да, да. Да, сразу хочется сказать, что мы все идейные вдохновители. Все идейные, то есть, да. У нас большой коллектив, нас не трое, нас много, и мы все идейные, и мы все вдохновители. Прямо такое гнездо демократии, прям, как хотим, так и делаем. Да, да, да. Понятно, ну, новый формат, как везде заявлено, что-то такое необычное, такого в городе нет. На самом деле, не новый формат, просто у нас существовал какое-то время в городе Comedy Club Samar Style, замечательный проект, да, но с тех пор, как некто пестряков уехал в другие города северные, на какое-то время в нашем городе такой юмор перестал существовать. Затем появилось стендап-шоу, но стендап-шоу это стендап-шоу все-таки, а именно клубный формат разножанровый перестал существовать, и вот мы решили, почему бы не возобновить в нашем любимом городе, и появился проект, который называется Comedy Street. Ну, это уличный юмор? Жесткий юмор достаточно, но при этом не без интеллигентности, не без тонкости, не без какого-то, да, умного тоже юмора, все присутствует. Но, тем не менее, да, там шутки ниже пояса встречаются, поэтому, друзья, когда вы придете к нам, а я уверен, что вы придете к нам на вечеринке, не удивляйтесь. Будьте готовы. Будьте готовы, не удивляйтесь, когда, да, прозвучат какие-то слова, которые сейчас нельзя. Не эфирные. Воланда Морт. Ален, ну вот, я так понимаю, ты пока одна единственная красавица-умница, которая представляет женский юмор, уличный. О чем же, как бы, вот шутить-то так вот? О мужчинах? Жестко. О мужчинах? Конечно, да, это первая, первоначальная, можно сказать, задача моя. В каком-то плане немножко смягчить, да, все-таки образ, чтобы этого не выглядело брутально и жестко по-мужски. Ну, такой девчачий, какие-то шуточки-прибалутчики. Пробуем, делаем, почему нет? На самом деле, это тоже некий, некое удивление для зрителей, когда вроде такая милая девушка со сценой, а почему бы от нее не услышать что-нибудь? Да, 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 то есть для зрителей это тоже удивительно, для зрителей тоже это, возможно, будет интересно. Ну, поделись впечатлениями, отгремел один концерт, так скажем, клубный, впереди еще, в конце следующей недели другой. Да, если быть откровенным, для первой вечеринки это было очень даже хорошего уровня, и пришел хороший зритель. Ты как себя ощущала на сцене? В первых рядах у нас сидели одни Сергея Шнурова, и поэтому это прям на них было. Зашло. Да, да, да. Я себя ощутила комфортно, это прям комфортный для меня уровень юмора, такой вот, как на каком-то расслабоне, если можно сказать. Такой в своей компании, посутили о своем. Да, 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 народ свой весь, все, можно расслабиться, показывать. Люди реагировали тоже, комфортно себя чувствовали, тоже реагировали так на расслабоне. Выпивали, закусывали и хохотали при этом еще. Да, зрители, не мы. И это только участники приглашали ее к себе за столик. Лёшь, да, у тебя как ощущения? По первому высшему образованию я педагог. Вот, собственно, как-то... День учителя удался? Да, вот, и будет удаваться еще дальше. В принципе, как-то это актуальные темы, затронутые с бытовой стороны, как мы это видим, но немножечко какой-то остренький, в принципе, как-то добавляет, это обостряет. Богато не объятие наш с вами, замечательный русский язык, поэтому лишний раз это подчеркнуть, почему бы нет. Великорусский. Да, поэтому, в принципе, как бы у нас разные жанры, и стендап, и миниатюры, и исполнение песенок, и в ближайшее время мы планируем проводить интерактивы с гостями. Да-да-да, Роман, не удивляйтесь, что мы имели в виду, то есть как-то приглашать гостей из зала, как будет для них большой сюрприз, и, в принципе, погружать их в какую-нибудь ситуацию, и, собственно, как-то обыгрывать их, неожиданно с них со стороны, возможно, как-то им так особо роль не предоставляет, просто как это у них образ держит, и мы со стороны как-то их так обрабатываем. Да-да-да. В принципе, да, такой приятный бонус, приятный сюрприз. Стихи еще у вас сделаны. Да, у нас есть Семен Крымов, замечательный поэт, который тоже читает такие стихи с перчинкой, можно так сказать. Просто у зрителей, возможно, сложилось впечатление такое, что там вот мы начали говорить об этом Comedy Street, что это прям ниже юмора и так далее. Не так, друзья, не пугайтесь, там не вот, не притон пошлости. Я, как уже сказал раньше, там есть интеллигентный юмор и умный юмор, актуальный юмор какой-то, просто когда нужно, есть как бы КВН, где нельзя, да, говорить какие-то слова, а там можно, там можно. Вот поэтому не пугайтесь. Это те же самые. Вы учитесь в Академии культуры, носите пенсионер и цилиндр, тоже приходите, вам тоже там понравится. Это те же самые новости, которые мы видим ежедневно, еженедельно на телевизоре, но только... Не телевизионный формат. Такой как бы своя подача, там, как раньше говорили, утром в газете, вечером в куплете. Да, да, да. Обыгрывается вся ситуация, и Самарский, и какие-то интересные моменты. А кто-то может прийти, заявиться к вам, поучаствовать? Да, если, друзья, если вы смешные, если... А если нет? Даже если не смешные, но принесите нам хорошие шутки, почему нет. Если вы смешные, да, ищите как-то наши контакты, мы есть, опять же, в контакте, связывайтесь с нами, мы не против, чтобы вы выступали на нашей площадке, это только добавит чего-то нового, наш проект. Мы проект новый, молодой, мы отгремели только один раз, пока у нас прошла только одна-единственная вечеринка, впереди вторая. Мы еще в творческом поиске, можно так сказать, и вообще не факт, что он будет сохраняться именно в таком формате, когда выходит ведущий, объявляет юниты какие-то, дуэты, либо там певца, стихоплеты и так далее. Может быть, это будет соревнование какое-то с денежным призом даже и так далее. Ух ты! То есть мы пока в творческом поиске, но в любом случае нам приятно находиться в творческом поиске вместе с нашим зрителем, который приходит на вечеринку. Мы делаем какой-то продукт, мы по реакции зрителя понимаем, в нужном ли мы направлении двигаемся, и, соответственно, делаем из этого какие-то выводы, после чего в следующей вечеринке мы можем опять измениться. Опять же, планируем привозить каких-то известных личностей с мужчинами. Что так сейчас Леша засмеялся? Ну, у нас есть друзья замечательные, например, первые, кого мы хотим пригласить. Мы их приглашали уже на ту вечеринку, но, к сожалению, в Тольятти было свое мероприятие стендаповское. У нас есть ребята, которые называются «Дуэт Икра» из города Тольятти, «Янтураев и Федосейф». Это очень смешные ребята, которые участвуют в проекте на телеканале ТНТ, который называется «Не спать». И раньше участвовали в «Смехе без правил» и так далее. Но это прям в любом случае абсолютно смешные парни. Вот мы их планируем пригласить, и если они... Вот для начала. Уже расширяем границу Тольятти. Уже Тольятти. Приезжал с Пензы парень Алексей Кабуин с песнями. С песнями. С первого канала «Человек» с команды «Квойн Сура», который тоже очень понравился нашему зрителю. Это все к чему? К тому, что мы готовы меняться, мы готовы расширяться, мы готовы принять всех смешных людей в нашем проекте. Мы Максима Олеговича, кстати, тоже приглашали, ребят со стендапа, которые у вас будут в гостях чуть позже. И вообще всех ребят со стендапа тоже приглашаем. С хорошими монологами, со смешными. Но Макс тоже, к сожалению, уезжал в Тольятти и не смог к нам попасть. Мы открыты для общения. Мы за сотрудничество. Максим пока нам мало денег должен, поэтому он не стал у нас выступать. Здорово. Ну а какой формат вот этой вечеринки, Алена, просвети тех, кто соберется? Это клубный какой-то, как одеваться, как себя вести, кого брать с собой, кого не брать? Есть какие-то такие... Не брать с собой детей и маму, точно не брать. Домашних животных не брать. Ну, это уже зависит, скорее всего, от состояния человека. Домашних животных. Что, ну да, это клубное мероприятие, это вечериночное. 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 Ну, кого ты хочешь увидеть там? Да всех брать. Ну, просто формат, ну, 18+, формат, там, брать кого угодно можно. И маму можно взять, и папу. Платежеспособный. Это же для меня, наверное, да? Алексей. Бухгалтер ваш, да? Да, да, да. Личный финансист нашел. Друзья, мы обещали с вами поиграть. Давайте сейчас это сделаем. Телефон прямого эфира 202-11-22. Кадр мы загадали из одного фильма, очень известного. Я надеюсь, вы угадаете, что это за фильм. Просто проникновение. Глядитесь в эти глаза. Если вы их узнали, что за фильм, звоните. 202-11-22. Кстати, что касаемо, допустим, какого-то дальше вашего формата. Мы уже перечислили жанры какие-то там и так далее. Люди, которые к вам хотят прийти, могут поучаствовать. Они будут проходить какой-то кастинг, какой-то отбор. Как это все? Ну да, у нас в любом случае есть какая-то редакторская группа. Ребят, которые хорошо разбираются в юморе. Почему говорю хорошо? Ну, потому что мы достаточно находимся на юмористическом поприще уже. В хорошей форме. В хорошей форме. Ну, местами, да. В хорошей форме. Да, есть, конечно, ребята, которые посмотрят, если молодой какой-то там пришел парень и хочет выступать. Дадут ему советы какие-то, помогут написать даже, если это имеет место быть. Само собой, какой-то редакторский состав у нас тоже имеется. Вот. Ну да, или в крайнем случае будет на кого свалить, почему вечеринка не удалось. Да, да, да. Потому что вот ты плохо не видишь. Это все ты. У нас есть звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Валентина, скажите, пожалуйста, вы человек смешной, юморной. Вот любите шутить так что-нибудь, анекдотцам приукрасить вечеринку? Я очень-очень-очень люблю юмор, но надеюсь, что я тоже юморная. Ну, давайте сейчас, может быть, какой-то есть вопрос к ребятам. Вот прям хочу, чтобы вы что-нибудь у них спросили. А они ответят. Ну, когда у них концерт, будет кто-то спросит. Вот, да, кстати. Валентина, спасибо вам за хороший вопрос. Следующая вечеринка будет в конце следующей недели. Это будет четверг или пятница. Мы пока не решили. В каком заведении, мы сказать не можем, к сожалению. Но всю информацию о нас... В клубе, в одном из клубов Самары. В одном из клубов Самары, да. Но ищите о нас информацию ВКонтакте. Я уверен, что вы зарегистрированы ВКонтакте. У нас есть группа замечательная, которая так и называется, Comedy Street. Соответственно, там вся информация о том, что будет в дальнейшем, присутствует. Ищите, вступайте, будем общаться с вами там. Да, ну а вопрос мой сегодня к вам по поводу фильма, который мы загадали. Угадали ли вы? Ну, я думаю, джонки, наверное, удачи. Конечно, этот взгляд невозможно забыть. Спасибо большое вам. Удачи. Кстати, вечеринки будут планироваться каждый месяц или там какой-то периодичностью? С периодичностью 2-3 недели где-то мы решили делать именно так. Ну да, пока успеет клуб отмыть от нашей предыдущей вечеринки. Так, собственно, да. Репутацию. Да, и следующую и намечаем. Площадки, а будет это одна и та же, чтобы вы приучили людей? Мы планируем, чтобы, да, это была одна площадка, опять же, не можем сказать какая, но она хорошая, она очень уютная, нам очень нравится. Мы в хороших отношениях с владельцами этой площадки, поэтому нам там нравится, нам там уютно. Это хорошая сцена, уютно расположенные места, очень удобно. Да, друзья, мы в своей группе в программе «Универсальный формат», сейчас вы видите адрес на экране, сделаем перепосты, как это, собственно, мы всегда делаем. Заходите, ищите, смотрите, чтобы как бы, ну, не пропустить, потому что это важно. Важная же информация, мы забыли сказать, то, что мы первые вечеринки свои делаем абсолютно бесплатно, понимаете, друзья, бесплатно. Приходите, ваша задача всего лишь навсего – набрать номер, который вы увидите, да, на просторах интернета, забронировать себе столик, мягкую зону, прийти с друзьями, абсолютно бесплатно посмотреть на какое-то юмористическое действие. Мы бескорыстны. Валентина, приходите. Вот, ну, приходите, да, приводите друзей, в конце концов. А что касаемо, допустим, продолжительности этого набора, вот всего, вот вы сами собираетесь, это все проверяете на ком-то или на себе. Это понятно, у вас чувство юмора обострено, а вот как понять, будет ли смешно зрителям? Да, вот, наверное, никак не понять, вышел и только там понял, смешно это или нет. Да, но в любых моментах как-то сам уверен в каких-то определенных точках на сто процентов как-то опыт позволяет. А в основном, да, больше ориентируешься и в голове как-то выстраиваешься. Ну-ка, давайте сейчас без этой шутки обойдемся, а слушать. Это же, да, больше импровизиционный момент такой, сам себя редактируешь на месте. Ну, вот, Алена у нас, например, внутреннюю редактору часто включает, она просто забывает шутки. Просто все, это было и на больших концернах каких-то. А я знал, я знал. Ей даже, ей и ведущие подсказывали иногда во время телесъемки шутки, которые нужно говорить. Ну, просто внутренне, она считает, что это не смешно и выбрасывает их из головы. Это женский подход, Алена, скажи. Я не знаю, на самом деле, что это. Что-то во мне живущее такое существо, которое решает, что нужно, а что не нужно. Да, наши режиссеры вам вопрос задают, когда же, в какое время суток обострено это самое чувство юмора. Так скажем, когда вы, смешнее всех смешных. Ведь когда вечереет. Да, не знаю, когда. Смеркается. И темнее. Это непонятно, когда. Ваши внутренние демоны юморные вылезают. Когда угодно это, на самом деле, может быть. Когда проснешься, в обед, может быть. Очень, кстати, много юмористов почему-то, приходя на наш дневной эфир, говорят, ну что ж вы с утра-то нас приглашаете? То есть ваш день начинается где-то примерно в обед. Ну, да по-разному. По-разному. И утром иногда начинается. Нет, если быть честным, мозг все-таки с утра не так функционирует, как это происходит уже к вечеру. Что там, не знаю, просыпается, что ли он, как это сказать. То есть с утра ты еще больше будешь забывать, что тогда. А то вы не знаете. Не будем делать вечеринки утром. На самом деле, неважно, когда угодно, может. Архимед, он открыл же, когда. Непонятно, когда Архимед, он открыл. Никто не знает. Может быть, да, это был утренний, а может быть вечерний. А может быть вечерний. А может он днем решил пойти? Полеживание в ванной. Ну, собственно, яблоко на Ньютон. Когда упало? Непонятно же, когда он пошел. Осенью. Ну да, кстати, яблоки созрели. Нет, ну а почему в принципе происходят всякие концерты, проходят по вечерам? То есть какие-то юмористические передачи, они опять же показываются по вечерам. Потому что люди просто вечером дома. Алена, ты сейчас не туда вообще пошла. Да, я просто по-другому думала всегда. Друзья, ну от вас, наверное, сейчас хочется, чтобы что-то резюмировали. Пригласили еще раз, сказали кому, как, где, что, в общем-то. Друзья, в городе появился новый юмористический проект, клубный проект, смешной проект, который называется Comedy Street. Вся информация о нас есть ВКонтакте, в нашей группе, которая так и называется, Comedy Street. Будет формат юмора жесткий, но смешной, актуальный, интеллигентный тоже местами. Мы вас ждем. Приходите к нам, следующая вечеринка будет в конце следующей недели. Это будет четверг или пятница. Опять же, всю информацию ищите о нас ВКонтакте. Мы всем рады, всех приглашаем. Welcome. Ну и всем тем, кто там участвует и сегодня не смог по каким-то причинам прийти, тоже желаем удачи. И да, и пишите юмор, ребята, все, кто сегодня не пришел. Спасибо вам большое за информацию. Друзья, ну мы продолжаем рассказывать о самарском юморе, что интересного будет проходить уже совсем скоро на других площадках. И какие форматы приготовили для вас наши самарские юмористы, узнаем через пару минут. Пусть все остается, как остается. Это уже забота государства. Если я что-то, и даже это мое мнение, конечно, пускай все остается, как есть. Мне кажется, нет. Как-то она всю жизнь там была, и пусть она там будет. Потому что как-то будет непривычно столица Самары, например, или Новокубевская вообще. Ой, с Москвой очень трудно бороться в этом плане. Самара – крупный мегаполис, и здесь очень много таких, каких-то направлений, где можно работать, что-то сделать. И в этом плане, мне кажется, уже Казань переплюнула даже Москву. А в принципе-то, знаете, это может быть и... Самара, она как раз на пересечении всех жизненных дорог и так далее. Может быть, можно, можно. Ну, это надо мнение всех остальных. А так, в принципе, да, Самара есть единственный. Там у нас Самара, куда есть Шердловск может попасть. Вот эти города. Много об этом говорят, но мы, как все-таки люди, не сведущие в этом вопросе, все-таки мы не являемся, не участвуем в правительственных каких-то мероприятиях. Наверное, все-таки да, потому что Москва – очень перенаселенный город, и жить там очень сложно. Это сложно. Ну, наверное, как раньше было Петроград. Мы-то, наверное, не доросли до столицы-то. Да нет, пусть лучше они там живут, наши руководители государства. А здесь такие нормальные люди. Ой, ну мы с вами москвичи, здесь только работаем, как бы, поэтому мы разразились. Здесь мы считаем, что Самара тоже бегает в маску, как в электричку садишься, в Жигули ездишь, как бы, в это. Я считаю, что Самара не готова стать столицей. Питер тоже неплохой город, почему бы нет. Ну, и Самара тоже вторая столица. Ну, как бы, это не мне решать. Продолжается наш эфир, друзья, и сегодня мы говорим о самарском юморе. Он большой, красивый, разнообразный, и мальчики, и девочки, и все на разных площадках стараются шутить, стараются как-то развеселить нас в такие непростые времена, и порой действительно у них это получается, им это удается. Я же с большим удовольствием вам сейчас буду задавать вопрос, потому что на кону у нас еще один подарок для вас. Это сертификат в салон красоты Татьяны Храмовой на такую хорошую сумму, и можно сходить, что-нибудь такое себе прекрасное, приятное сделать, перышки почистить. Вопрос такой. Вопрос. За какое из царских развлечений прежде отвечал егермейстер? Звоните, если знаете. Будем ждать ваших звонков. Ну, а у нас еще одни ребята уже. Кто-то был у нас в студии, кто-то не был. Давайте знакомиться. С нами здесь Алексей Новиков. Да, здрасте. Добрый день. И Гоша Белобородов. Добрый день. Здравствуйте. Ну, мы говорим о проекте Stand Up, собственно, да, и о проекте QI. Давайте начнем с вот этого двухбуквенного сочетания. Леш, расскажи, что вообще. Да, ну, это такой формат юмора, который придумали в Англии. То есть это интеллектуальное шоу. Вот. И там задают вопросы, и участники должны ответить, в принципе, на эти вопросы. Как-то логически подойти, если знать вопрос, так ответить. Вот. Вот. Может быть, что-то выпалить из себя, и в итоге это будет правильным ответом. Меня уже подписали на это дело. Меня подписали на воскресенье, вот уже ближайшее в одном. Да, в воскресенье в одном из торговых центров будет мероприятие. Будут лучи. Я не знала, не знала, что там будет, я не знала, что будут какие-то вопросы. Кстати, как это будет происходить? То есть мы придем, я так понимаю, будет публика, сядем? Да, сядем, сядем, ну, такие же диванчики практически, да. Вот. Я буду задавать вопрос. Какие? Люди. Ну, разные, разные вопросы. Разные вопросы? Да, то есть, например, вот откуда пришло название шоколадки Сникерс? Угу. Вот. То есть это... Это будет такой вопрос? Нет, он уже был. Он уже был, то есть это придумал Фрэнк Марс, который, кстати, придумал шоколадку Марс. Неожиданно. Да. Он... Все это думали планета. А это, оказывается, да, фамилия. Вот. Он придумал, это кличка его лошади была, Сникерс. Вот. А Сникерс приводится как тихое ржание. Ну, вот так вот, друзья. 202-11-22, наш телефон, задавайте вопросы. Кстати, о том, как проходили... Проходило одно из мероприятий, мы подробнее расскажем, даже фото покажем, но сначала примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Очень приятно. Ну, вот у нас сегодня тоже интеллектуальный вопрос для вас. Кто же такой егермейстер? Это не напиток. Не напиток, это точно. Так. Он отвечал за царскую охоту. За царскую охоту. Это вы подглядели где-то сейчас или знали? Нет, просто историк по образованию. Ой, здорово. Ну, тогда вам историку, вас... Вы педагог? Нет, нет. Просто училась на этом, но занимаюсь совсем другим. Понятно. Но, тем не менее, вы молодец, быстренько сообразили, получаете сертификат на посещение салона красоты. Спасибо большое. Фото. Предлагаю посмотреть, как это происходило. Ребята, рассказывайте. Я так понимаю, что всегда весело, шумно. Ну, это... Свободная зона достаточно. Ну, это зрители, да. Как бы что рассказывать. Зрители, ну... Они как-то участвуют? Зрители могут присоединяться прям по ходу всего шоу. Да, в принципе, могут отвечать на вопрос, но если уже сами участники не могут ответить. Но еще, наверное, не было такого, чтобы кто-то из зала выкрикнул. Ну, как бы мы запрещаем. Точнее, мы не тоже запрещаем. Мы не приветствуем пользование сотовых телефонов. Мы же интересны. Подглядели, да. Подглядели, да. Окей, да, Google посмотреть что-нибудь там. У участников точно нет, я прошу. А из зала я прошу, чтобы никто не выкрикивал ответы. Ну, это будет неинтересно, потому что... А так это получается очень смешно. То есть, вот сколько зрителей всегда смеются. Мне кажется, это такие кадры. Смеемся. 80% времени это такой смех. И многие говорят, что это очень классный формат. Ну, для примера этого. Большой вопрос. Большой вопрос, да. Это очень похожий момент. Юмор и чувство юмора. Мужское, женское, оно как-то отличается? Логику, вот ты как ведущий заметил. Логика, конечно, да, отличается. У нас один раз была девочка, и, конечно, было тяжело с нею. Но это как, все равно есть своя изюминка. Все равно же разбавляешься до женщины. Конечно, такой шарм, шарм, шарм. Вечера, ну, было интересно. Иногда не в попад можно. Просто отвечало слова на борт. Можно просто сказать облачко. Облачко, это же будет смешно. Я поставлю плюсик и засчитаю один балл. То есть, это надо, называется, субъективизм ведущего? Конечно. По средству надо подлизываться. Лезть, конечно. То есть, можно принести с собой, как на одну телевизионную передачу, какую-нибудь вкусняшку с собой. Это будет отлично. Отлично. Я подумаю над этим. Мы уже начали строить музей. Музей QI. Да, кстати, как давно он уже идет? Мы провели буквально два вечера всего таких. Каждый, ой, раз в две недели. По воскресеньям это проходит. Раз в две недели QI, раз в две недели стендап. Открытый микрофон. Открытый микрофон, да. И, в принципе, в QI участвуют тоже люди, которые на открытых микрофонах участвуют. То есть, три участника. Это вот юмористы самарские. Кого-то одного приглашаем. И женщины. И женщины. Женщины и дети. И приглашаем кого-то более-менее известного в город. Ну, если с Лешей мы знакомы, так или иначе, Гоша, тебя вижу впервые. Расскажи, как ты пришел вообще в этот тяжелый самарский юмор? Ну, пришел я действительно в тяжелый самарский юмор, потому что стендап – это, наверное, самый сложный, ну, самый сложный жанр. Очень трудно одному человеку рассмешить различными методами большое количество народа. Вот. Пришел также год назад на открытый микрофон в одно из заведений. То есть, ты посчитал, что это смешной? Просто я увидел рекламу. Так. Нет, я до этого как бы пытался участвовать в юморе, но не ставил это какой-то основной точкой. А давече, вечером, я просто решил сходить, попробовать. И вот каждую неделю, ну, где-то год я побеждаю открытых микрофонов. Так скромно. Ну, не каждый год. Ну, нет, не каждую неделю. Не каждую неделю, конечно, не каждую неделю, но... У вас есть шанс, ребята, походите в воду, шанс перелегать Гошу, да. Это только и требуется, это на самом деле. Мы это выждем, да. Очень многие приходят сейчас, много новых лиц появилось за год на открытых микрофонах и на площадку в торговом центре приходит. Очень много ребят, которых вообще не видел, приезжают из Сызрани, приезжают, недавно приезжал из Уфы. Это буквально было в воскресенье. Это специально для того, чтобы просто выйти, почитать свои шутки? Да. Публика разная, в каждом городе разная публика. Мы также, допустим, ездим и выступать в Тольятти, там также проходят открытые микрофоны. И тольяттинские ребята приезжают сюда. Это очень большой опыт. Менталитет разный в разных городах, разный юмор заходит. Одна и та же шутка может зайти по-разному в разных городах. И очень много молодых ребят, которые именно начинают понимать, как делать юмор, и это радует на самом деле. То есть мы только рады, чтобы народ приходил, пытался. У нас, наверное, не плюс 18 все-таки. Поменьше? У нас поменьше. Ну так как мы, да, все-таки на площадке торгового центра. Стараемся. Даже ноль плюс, скорее всего. То есть нет никакого мата. Но есть бытовые такие тоже моменты. Моменты, конечно, есть, но мы стараемся их сглаживать как-то. Это же жизнь. Людям ближе это. Новости они видят каждый день по телевизору дома. И зачем еще раз смотреть новости, допустим? Мы можем поговорить о слонах. Мы можем поговорить о женах. Нет, сейчас не специально так получилось, что жены и слоны стоят на одном плане. Некоторым повезло. Ну, как бы стараемся все захватить. Нас поэтому и много. Каждый шутит. У нас есть художник в команде. Он шутит про какие-то... Есть стоматолог в команде. Есть стоматолог. Есть безработка, то есть я. Да. Я бармен. Это, то есть, очень большое разнообразие. И так получается, что к нам, конечно, стоматологи пореже ходят, но бармены, допустим, и безработные, они приходят гораздо чаще. Каждый второй, да? Все мероприятия также бесплатно абсолютно. Участвуют. Бывает такое, что приходят взрослые мужчины смотреть юмор. Они видят пару выступающих, подходят и говорят, а можно я попробую выступить. Они рассказывают нам историю про рыбалку и как бы уходят. Но больше они не приходят почему-то выступать, но смотреть чаще. В смысле, серьезно? То есть, они могут выйти, вот такого поймал, вот такого. Да, да, абсолютно серьезно. Бывало такое, да. У нас один раз он выступал, и сидел мужчина в зале, и все время пытался естеды петь Битлз на минуту песню. В итоге мы ему дали выступить, чтобы он успокоился. Отпустил на человека. Да, он спел песню и ушел под аплодисменты, конечно. Очень быстро копится материал благодаря таким мероприятиям. Сейчас у нас в городе достаточно часто мы начали делать. Стараемся каждую неделю. Нет посещения такого. И списались или что-то еще. Пока нету, это хорошо. Осень такая творческая пора, поэтому... Депрессия пора такая, да, творческая. Да. Нормально. Творческая депрессия, да. Такую осень, как Пушкин. Как Пушкин, конечно, да. Да. Друзья, 202-11-22, наш телефон. Если есть вопросы, может быть, хотите что-то спросить, высказать свое мнение, бывали на выступлениях и ребята, и знаете ли, видели. Может быть, хотите уточнить, что-то прокомментировать. Мы всегда рады вашим звонкам. 202-11-22. Только ли мужчины у вас выступают в открытых микрофонах? Как с женским юмором? У нас девчонки есть, тоже приходят. Они, кстати, у вас тоже были, как-то приходили. То есть они же и остались. Вот. Но в Самаре, конечно, вот буквально две девочки, может быть, три когда-то, да? Именно в стендап-комедии, да? Вот у нас мало, конечно. А почему? Не знаем. Зажимаете? В Москве, например, девчонок куда больше. То есть я вот все лето провел в Москве и выступал там в Москве. А почему? Почему так происходит? Не знаю. Просто интересно, Москва, понятно, там как бы и народу-то больше. Ну, может, у девчонок проблем поменьше. Может, высказаться, не хочется. Может, кто-то разыгрывает всякие сертификаты в салоны. А да, если мы будем разыгрывать сертификаты на печенье салонов, красоты и прочего-прочего, массажа, мне кажется, у нас пацанов не будет. Два-три человека, и то их сложно будет назвать мужчинами, кто-то борется за сертификат в салон красоты. Ну вот, на самом деле, а какие-то вот, допустим, я не знаю, смешные ситуации с вами на сцене. Вот вы стояли, угорали, смеялись над своими шутками, вышли, а зал такой мертвый, как говорится, ничего не рубит. Нет, я в Москве выходил и рвал джинсы. То есть я поднимался на сцену и порвал джинсы очень так хорошо. Это хороший дно? Элегантно. Ну, все посмеялись, так скажем. Это было все выступление Алексея? Ну, я, конечно, да. На этом построилось все мое выступление в итоге. Пришлось выключиться. Забавные моменты. Даже бывало, ногу чуть не сломал человек, так забегал на лестницу, так был воодушевлен аплодисментами и упал как бы на сцену, просто как тюлень так влетел к микрофону. Это Максим, наверное, был. Нет, это был не Максим, это был Влад Далгих, тоже очень хороший комик, выступает год. Очень надо быть упрямым в этом деле. Женщинам, может быть, не хватает упрямости чуть-чуть прям. Просто часто комик должен почувствовать, что такое не смешная шутка. Он должен выходить в зал, рассказывать шутку и просто посмотреть людям в глаза. Ему должно стать стыдно, и он должен сказать, следующая шутка, и попытаться еще раз. И поэтому, а девушки, они, может быть, стесняются. Они, может быть, боятся, поэтому их, кстати, меньше. Просто из-за этого. Но девушки, мы вас тоже призываем, пытайтесь. Кто, кроме вас, смешно обшутить? Обсмеять. Обсмеять, ребят. Нет, я хочу слово обшутить. Мужчин. Ну, кто может? Только женщины. Ну, или мужчины. Ну, нет. Сам себя человек может обсмеять. Но если бы не было женщин, мы бы не шутили, мне кажется. Все равно, все равно ради них. Да. Как приятно это слышать. Не было ли такого, придумать какого-нибудь экшена? Вот ты бармен, да? Там что-нибудь готовил бы и шутил? Прямо в этот момент? Ну, это смотрят посетители моего бар. Вот, это не для широкой публики. Ситуацию. Можно обрисовать ситуацию. Ее можно отыграть. Не обязательно, допустим, показывать, что ты едешь в машине, если можно перевернуть стул и делать вид, что ты едешь в машине. Не обязательно тащить машину? Ну, конечно. Это шторговый центр. Мы не сможем. Если там они есть. Ту, которая разыгрывается, да. Ну, мне туда не пустят, скорее всего. И поэтому, ну, нет. Но вот художники, допустим, они могут использовать, вытаскивать какие-то свои картины и шутить на эту тему. Очень много методов. Каждый может шутить как угодно. Стоматологу в этом плане тяжелее будет. Безработного? Нет, ну, хотя у него несколько монологов строилось на своей работе. Ну, просто суть в том, что если рассказывать о работе, это будет не смешно, потому что это не затрагивает всех. Евгений Мигунов, кстати, наш стоматолог, он практикует йогу, и вот ему гораздо проще всего работать с залом в этом плане. Он просит людей работать с ним и принимать какие-то определенные позы, делать какие-то методики. То есть это не секта, но выглядит достаточно забавно издалека. Он прочищает чакры людям прямо на выступлении. Барман не может прочистить чакры прямо на выступлении. А вот человек с таким опытом... Причем очень тяжело их нам называть, чтобы не оговориться и не сказать что-то пошлое. Потому что чакры такие... Сложные названия. Чакры такие чакры. Чакры, да. Ну, можно все себе позволить. Если бы Глашеву это было смешно. Главное рассмешить, это главная задача. А уж как ты это сделаешь? Поэтому мы все разные, наверное, каждый это делает по-своему. И когда мы устреливаем одной обоймы, это все идет очень динамично. И поэтому смотрится все целиком очень эффектно. Ну, мне вот интересно, если, допустим, вы о чем-то шутите, как это происходит? Вот, допустим, вы ехали сюда или сидели здесь. Не родилось ли ничего какого-нибудь смешного? Может быть, есть какая-то любимая шутка в запасе, о которой можно сейчас что-нибудь... Нельзя ее. Ее нельзя. Нельзя? Как? Почему? Она не печатная? Еще днем, да. Мы еще... День... То есть ближе к вечеру? Ближе к вечеру. А чем шутят бармены? О чем шутят бармены? О клиентах, наверное, о посетителях, скорее всего. О долгах. О долгах тоже. Шутят бармены. В этом суть, наверное. Ну, если брать именно мои стендап-монологи, отличий-то мало. У нас у всех есть какие-то... В любой работе есть свои плюсы, минусы. И чаще интересна повседневная жизнь. Какие-то моменты. Именно из жизни. Поэтому я, наверное... Я не очень люблю шутить по поводу своей работы. Боишься? Это... Нет, это работа. Это немножко другая сфера. Если там есть какие-то смешные моменты... Не всегда истории из жизни. Именно в стендап-комедии. А вот заваливаются недавно ко мне в бар кто-нибудь. И так каждый день. Он фитнес-бармен. Да, я фитнес-бармен. У меня не пьют люди. Ну, так они едят, наверное, что-нибудь. Я имею в виду, в таком виде они не пьют. Они пьют соки. То есть ничего смешного. Ко мне приходят качки. Я особо не шучу с этими людьми, потому что у них рука больше, чем моя голова. И как бы не очень-то охота. Я просто говорю, здравствуйте, Валерий. И отдаю ему протеин. И пусть пьет себе на здоровье. Потом помогаю ему зайти в лифт, и все, он уезжает. То есть, в принципе, все достаточно ровненько? Нет. Очень не ровненько. Валерий такой человек, у него там не может быть ровненько все. Ну, это хорошо, в любом случае. Это здоровье. Это самое главное. И смех, это здоровье. Смех продлевает жизнь. Мы занимаемся с Валерием одним и тем же, только у нас разные фотографии в Инстаграме. Вот и все. Подходы разные. Разные подходы. У кого сколько подходов, да? У него чаще, но не так смешно. Не так смешно, да. Вопрос. А вот ваша цель какова? Если это как бы не зарабатывание денег как таковое, ну, пиар себя, ну, выхлоп каков? Ну, если, допустим, на открытых микрофонах мы проверяем шутки, и можем потом с этим материалом какие-то отобранные шутки, уже отборный материал вести в другие... Отборный. 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 Мы вести... Сливочки. В другие города уже за денежки, то есть, вот, я еду в Чебоксары в конце месяца. Выступать. На концерт. Выступать, уже за деньги, да. Вот. То есть, я в Москве выступал какое-то время. Ну. А пробовать себя в каких-то шоу таких? Ну, да. То есть, попасть, допустим, на телевидении уже, засвистить свое личико, так сказать. Научиться работать на сцене, импровизировать с людьми. Люди же каждый раз разные приходят. И по поводу накопления материала, мы потом собираем материал. Вот у меня в начале ноября будет сольный концерт один большой. Поешь? Часовой. Стендап. Но вы... Могу спеть. Нет, ну просто интересно, ваши таланты, они исключительно, вот, вы не развиваете это в то, что мы привыкли видеть, допустим. Вы отходите от привычного своего камеди и все-таки стоите на стендапе. Ну, стендап это стендап. Это определенный жанр юмора. В нем неплохо бы разбираться, конечно, но поскольку надо понимать, что не все люди знают именно какие-то тонкости, именно стендап-комедии. А какие есть жанры, подразделения, как это назвать? У меня есть классический стендап, то есть это обычный монолог, так скажем. И они связаны, связаны шутки, допустим. Я, допустим, считаю, не связаны между собой абсолютно короткие шутки. Ну, это Максим так называет, на самом деле думать-то не надо. Они и так смешные. Есть музыкальный стендап. Это, конечно, люди, которые уже умеют на инструментах играть там каких-то. У вас умеет кто-нибудь играть? У нас в Самаре никто не практиковал музыкальный стендап, ни разу. Так, мне кажется, может, среди наших зрителей есть собородки. Если кто-то есть, приходите, ребята, научим. Если умеете играть на гитаре, на гитаре. Нина, приходите, да, научим шутить еще. Так, музыкальный, классический, какой-то еще есть? Женский. Бредовый. Бредовый, да. Есть художник у нас, он очень такой. Есть, да, юмор, который не поддается, допустим, каким-то логическим объяснениям и здравому взгляду, но по непонятным причинам это смешно. Это редкие люди умеют так делать это, но очень хорошо, что они есть. И мы только рады, если еще будут появляться такие люди. Потому что это очень, это еще, наверное, сложнее. Из чего-то такого непонятного, просто так, это именно эмоциональный стендап, то есть прямая игра именно комика со зрителем, когда он, можно сказать слово, черешня, и ты просто начинаешь меняться. Почему, черешня, ну вот и все. Как это сделать, это никто не знает. Это волшебство. Это искусство. Да, у нас остается буквально чуть меньше минуты, можно приглашать всех, обращаться к зрителям, они смотрят на вас, а вы на них через вот эту камеру. Вперед. Приглашаем вас, ребят, на наше мероприятие, которое проходит каждое воскресенье в одном из торговых центров. Ищите нас в ВКонтакте. В группе стендап. Да, в Одноклассниках нас нету. В Самаре 63. Да, в Одноклассниках нас нету. Приходите на открытые микрофоны, это одно воскресенье, в следующее воскресенье будет, в это воскресенье будет QI, приходите обязательно. Поумничаем. Ой. Юля придет. Да, вы так же можете, я, кстати, тоже буду вместе с вами. Спасибо, это будет очень здорово. Друзья, ну вот как-то так немножко познакомились с самарским юмором, надеюсь, впечатления у вас положительные, послевкусие приятные, всего вам самого доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»